Минздрав озвучил позицию по ситуации с недовольством медработников в Нерингре. Комиссия ведомства провела выездную проверку. Напомню, в конце октября в столице Южной Якутии состоялся пикет младшего и среднего медперсонала Нерингринской больницы. Люди недовольны заработной платой. Продолжит Розалия Борисова. С требованиями повысить заработную плату медикам в Нерингре в конце октября работники больниц вышли на пикет. Буквально через два дня после пикета в столицу Южной Якутии выехали представители Министерства здравоохранения Республики. Что касается заработной платы и по промышленным районам, она стабильно у них относительно увеличивается. Но мы понимаем, что по среднему медицинскому персоналу и по младшему медицинскому персоналу те значения, которые хотят люди, наверное, по всей видимости, есть проблемы в этом отношении. Поэтому, учитывая это, мы начали уже системную работу летом 2016 года. У нас существует комиссия межведомственная с Министерством труда, Министерством здравоохранения, Республики профсоюзов медицинских работников. И мы эту работу очень планомерно ведем. И уже с 1 января 2017 года мы перейдем на другую систему оплаты труда. И надеемся, что, в принципе, мы достигнем тех параметров, которые обозначены в дорожной карте по майским указам президента России Владимира Владимировича Путина. В 2017 году мы должны достигнуть тех индикаторов, когда увеличение по врачам должно достигнуть до 80%, по среднему медицинскому персоналу 90%, а по младшему медицинскому персоналу 80%. Это будет в 2017 году уже. И поэтому, исходя из этого, мы подготовили нормативный документ, который будет действовать уже с 1 января 2017 года. Врачи и младший медперсонал также беспокоило техническое состояние станции скорой помощи, оснащение оборудованием медицинские учреждения. Больше всего волнует техническое состояние станции скорой помощи. Это парк автомобилей. Машины все у нас уже более 10 лет. Как отметил министр, сегодня медицинские учреждения промышленных районов считаются одними из самых оснащенных по всей республике. Тем не менее, снабжение новым оборудованием продолжается. В Ленске до конца года появится ангиограф, который позволит делать операции на сосудах сердца. Следует отметить, наличием таких аппаратов по стране могут похвастаться лишь крупные медицинские центры. В республике они появятся во всех межрайонных больницах второго уровня.